То, что происходит в России, называют по-разному. Мятеж, попытка военного переворота. Я думаю, мятеж, бунт – это то, что лучше соответствует, скажем так, российской традиции, бессмысленный, беспощадный русский бунт. Просто, что очень показательно, те противоречия, конфликты, которые были внутри путинского режима между официальным военным руководством и большой, организованной, эффективной парамилитарной организацией, по сути, частной армии Пригожина, ЧВК «Вагнер», которая воевала против Украины. Вот она вступила в конфликт, эта частная армия, с официальной российской армией. И в итоге этот конфликт, видимо, после неудачного покушения на Пригожина, попытки уничтожения Пригожина, который стал личным врагом для министра обороны Шойгу, после этого Пригожин понял – все, началась война против него, он должен ответить войной. Но теперь уже, после выступления Путина, для Пригожина это уже не просто война с Министерством обороны, это война уже и с российским государством, по сути, и война с самим Путиным. Назад пути нет ни у Пригожина, ни у Путина. Этот конфликт теперь может быть разрешен только военным путем. Это такая формальная канва. А суть ситуации в том, что вирус войны, вирус агрессии, который был запущен Путиным против Украины, и частью этого вируса была и частная армия Пригожина, в итоге этот вирус войны возвращается в саму Россию. Бумеранг войны возвращается в Россию. И мы сейчас видим, и, кстати, Путин провел такие исторические параллели даже в своем выступлении, начало смуты, хорошо известное России явление. Можно это называть и гражданской войной, можно называть внутренним конфликтом, но это начало внутренней борьбы. И это война всех против всех, которая начинается внутри России. Впоследствия, даже вполне возможно, Пригожин проиграет, мятеж будет подавлен, но часть российских лиц была связана с Пригожиным. Недоверие друг другу только возрастет. Возрастет недоверие Путина, уже не только к Пригожину, как к предателю, и надо будет убирать, уничтожать всех, кто был с ним связан. Но возрастет недоверие Путина и путинского режима к части партии войны, которая поддерживала Пригожина. Пригожин был частью этой партии войны. Это тоже повлияет на внутриполитическую ситуацию в России. Что касается влияния этой ситуации на Украину и войну между Россией и Украиной. Конечно же, для Украины это создает определенные благоприятные возможности. Если для подавления Пригожинского мятежа Россия вынуждена будет перекинуть часть боевых частей с фронта в Украине в Россию для борьбы с Пригожиным, тогда будет больше возможностей для украинских войск для наступления. Это для нас будет благоприятная возможность, если вот эта война между вагнеровцами и российской армией затянется, станет более кровавой, уже не просто будет попытка мятежа, а реальная война, а это боеспособная часть у Пригожинцев, просто так их не подавишь. Тем более с опытом городских боев, то тогда это окно возможности для Украины освободить оккупированные территории. Если в России начнется полномасштабная и затяжная гражданская война, тогда россиянам будет не до войны против Украины. Может быть не сразу, постепенно, но придется переключаться на внутренние конфликты. Пока это такой, я бы сказал, самый благоприятный сценарий для Украины, который отличает внимание российских элит и Кремля от Украины, и это даст нам возможность восстановить контроль над оккупированными территориями. Но даже если частично это произойдет, для нас это также будет благоприятная возможность. А то, что происходит в России, это закономерно. Это следствие агрессивных преступных действий Путина уже не в первый раз в российской истории. Война, которая развязывается агрессивным российским режимом против соседей, против других стран, в итоге приводит к внутренним политическим кризисам. Хотела бы еще попросить ваш комментарий относительно, может быть, самой фигуры Пригожина, человека, который, безусловно, чьими руками проливается кровь в Украине, возглавляющий ЧВК Вагнера. Но сегодня, когда он начал мятеж, есть ощущение, что все стороны, которые против Путина, против Кремля, ну, такие ему, может быть, как-то даже благоволят, если можно так сказать. И ряд оппозиционеров российских уже высказались о том, в том числе, что и Ходорковский, что мы все понимаем, кто такой Вагнер, кто такой Пригожин. Но мы должны всячески поддерживать то, что он затеял и зачинил в России. Ну, российская оппозиция, на мой взгляд, то, что я вижу сейчас, вот по первым сообщениям, в очередной раз проявляет свои расколы. Вот вы упомянули Ходорковского, да, Ходорковский и некоторые другие поддержали. Я думаю, не Пригожина. Они поддерживают внутренний конфликт. Для них это шанс. Ослабление нынешней российской власти, саморазрушение путинского режима. Вот на что надеются часть российской оппозиции. Поэтому они поддерживают действия Пригожина. Они не будут сторонниками Пригожина. И они поддерживают конфликт. Конфликт внутри путинского режима. Вот я бы так оценил позицию Ходорковского. В принципе, это рациональная позиция. Но некоторые российские оппозиционеры, например, Гозман, наоборот, выступили против Пригожина. Фактически поддержали Путина. Они видят в Пригожине опасность. Они видят в Пригожине такого российского Муссолини. Кстати, это тоже историческая аналогия. Муссолини организовал поход чернорубашников в 2022 году. Вот как раз почти 100 лет назад. Чуть больше даже, 101 год назад. Организовал поход на Рим. В итоге пришел к власти. Ну вот и Пригожин делает что-то подобное. Вот часть российской оппозиции, либеральная российская оппозиция, считает Пригожина таким русским фашистом. И они видят в нем главную опасность, а не в Путине. Поэтому в российской оппозиции, мне кажется, раскол по теме Пригожина. Сам же Пригожин – это противоречивая фигура. Я вот несколько месяцев назад, когда уже обозначился нынешний конфликт, он стал публичным, конфликт Пригожина не только уже с Минобороны России, но с российскими элитами, с частью российских элит. Часть российских элит, я думаю, даже большая часть российских элит, боится Пригожина. Она видит, что он человек силы, который готов использовать насильственные инструменты. Он нарушает все сложившиеся правила в путинском режиме. Такой беспредельщик. Поэтому вот эти люди тоже будут против Пригожина. Для них он опасность. Но что собой представлял сам Пригожин еще вот до нынешних событий? В нем было два начала противоречивых. Он был как бы на развилке, на раздорожье. С одной стороны, он был претендентом на роль Малюты Скуратова, лидера путинских опричников. То есть вот таких, которые будут использовать насилие. Не просто уже там ФСБ, МВД. Нет. Вот опричнина, то есть параллельное государство. Использование Пригожинской кувалды для того, чтобы держать востратские элиты и все общество. Вот это одна роль, к которой Пригожин был готов. Я думаю, что на определенных условиях он мог бы стать таким вот Малютой Скуратовым, Берии, Ежовым. Ну, в общем, таким силовым инструментом даже для внутренних репрессий в России. С другой стороны, когда он начал критиковать не только Шойгу, а начал критиковать российские элиты, Кремль начал критиковать, ну, кроме Путина. Он себя проявил таким Стенькеразиным. Вот два начала. То ли Малюта Скуратов, то ли Стенькеразиным. В итоге сейчас он самим развитием событий оказался в роли Стенькеразиным. У него другого выхода нет. Он теперь будет бороться за собственную жизнь, за собственное выживание, возглавляя этот бунт. Он стал мятежником, бунтарем. То есть теперь сама жизнь его поставила в роль Стенькеразина. А так он авантюрист. Это не первая и не последняя фигура авантюриста в России, которая рвется к власти или которая становится во главе мятежников против действующей власти. Поэтому вот эта фигура мятежника-авантюриста, это тоже одна из российских традиций, а Пригожин это ее воплощение. И, кстати, даже его зэковский опыт и то, что он и власти помогал, и воевал за рубежом. Стенькеразин тоже в Персию ходил по ходам. Так что вот Пригожин это проявление одной из российских традиций. Кстати, как раз традиции смутного времени и то, что происходит в России, на мой взгляд, очень закономерно. И вот еще один вопрос. У, конечно, такой серии конспирологических, но сейчас довольно серьезно обсуждается, может быть, не совсем публичном пространстве, но тем не менее, такой сценарий развития событий, как Пригожин освобождает Навального и за счет сил его приверженства в оппозиции идет на Кремль и таким образом получает себе дополнительный ресурс. Вы как оцениваете такого рода прогнозы, разговоры, насколько они фантастические, по вашему мнению, или имеют место все-таки на какое-то рациональное действительно существование? Нет, я не думаю, что Пригожин имеет цель освободить Навального. Его сейчас цель очень простая и утилитарная. Вот он пошел ва-банк по известной пословице «пан или пропал». То есть либо он останется жив и добьется успеха устранить своих обидчиков и врагов в Кремле, а тогда да, он может стать либо верховным правителем, либо будет одним из главных в Новой России. Может быть, сценарий распада России в результате этих действий, когда часть элит, конечно же, и те, кто там, может быть, проиграет борьбу с Пригожиным, они попытаются укрепиться в других регионах. Вот уже Кадыров против Пригожина выступил. Если начнется вот, или, допустим, Пригожин поймет, он не сможет дойти до Москвы, надо будет укрепиться либо в Ростове, либо в Воронеже, вот тоже ирония истории, создать свою народную республику, стать таким альтернативным центром власти, тогда это тенденция распада России. Вполне возможно, если он, допустим, придет в Москву, у него же там мало сторонников. И ему нужны будут даже ситуативные союзники. Я не исключаю, да, это конспирология, и идеологически Навальный ему враждебен, но они оба против российских элит. Оба имеют зуб на Кремль, просто по разным причинам. Поэтому ситуативно они могут объединиться. Идеологически они очень разные, и через какое-то время они неизбежно тогда вступили бы в борьбу друг с другом. Поэтому я не люблю конспирологию, и я не думаю, что у Пригожина есть именно такой план по Навальному. Его план выжить, убрать своих обидчиков, попытаться, если не получить власть в Москве, то хотя бы тогда закрепиться на части России, сохранить для себя и жизнь, и себя сохранить как субъекта политических процессов в России, и дальше действовать просто по ситуации. Он будет искать союзников. Не важно кто, по каким причинам, но любой, кто будет его поддерживать, он будет формировать, скорее всего, очень разношерстную коалицию. Всех, кто готов воевать с Кремлем, а дальше посмотрим. Вот в этом плане, я думаю, дело не в конспирологии, не в каких-то продуманных планах и стратегиях. Он будет действовать по ситуации. Ему сейчас главное не проиграть вот эти ближайшие дни, закрепиться. Дальше будет действовать по ситуации. Редактор субтитров А.Семкин